пока до сих пор наша машина в ремонте мы приехали в ту добро пожаловать есть тульский кремль это ладно блин это в туле что ли родина самоваров тула город-герой город пряников тульский оружейный завод и оружейный огромный музей это ладно блин это в туле что ли очень интересные кадры с города героя сегодня у нас будет выпуск на канале из города который мы очень давно хотели посетить про лайкосики не забываем я к этому 160 километров по времени примерно два часа поехали как вы уже поняли по названию мы едем в тулу я лично в туле был огромнейшее количество раз но именно как турист с целью путешествия еду впервые едем естественно в полном составе насенька артемчик родиончик мирошка и я говорящая голова конечно мужи выбрали самые значимые интересные места в этом городе ну и координатами мы поделимся в своем телеграм-канале так что кто не подписан вам будет сложнее путешествовать по то ли сегодня весь выпуск буду в очках везде меня на днях жахнула мошка в глаз я выкладывал фотку в телегу и у меня все равно еще до конца не ушло чтобы вас не пугать буду в очках мы едем до тулы на машине вообще-то тулы можно добраться несколькими способами например из москвы да это на электричке в принципе если в одного либо вдвоем достаточно бюджетный вариант но так как нас пятеро у нас все равно чек будет приличный естественно машине можно доехать также можно доехать на автобусе но для нас это тоже ой-ой-ой либо взять каршеринг на сутки либо на двое и смотаться на каршеринге кстати как тоже вариант это из столицы но ехать недолго особенно если нету пробок но у нас есть точно одна пробка это на реконструкции реки пока кстати мы ездили на аку недавно дикарьком нашли крутое место и локации оставили в нашем телеграм-канале но полный выпуск обязательно посмотрите по подсказке до сих пор пять лет веду канал до сих пор не знаю где подсказка вылезет где-то здесь вылезет ну вот началось про что я и говорил пробка над рекой пока вот здесь будем стоять долго и упорно родненькая ака перед нами как говорят если есть в россии рай это серпуховский край мы уже непосредственно возле самого тульского музея пряников так выглядит конечно бедноватенько вот он здесь же магазин где можно будет купить всякие пряники и сам музей вход в него я так понимаю что где-то вот здесь но все на реконструкции пока были мне кажется только здесь возможно запрещено снимать и фото видео представляете хочешь показать музей в итоге тебе говорят хрень тебе 6 здесь отзывы и различные пряники московский пряник пряничная доска были нет это конечно здоровенно у меня много лет пролежал дома пряник видя чебурашки в итоге засох самовар 1920-х годов из курант кондитерской фабрики менюшка здесь получается пряники представлены но на различные события например там подвиг рейсер варяг на 100 летию сделали им пряник ну и куча-куча-куча вот пожалуйста это огромный пряник темка смотри это нерфы из пряников нерфы видишь из пряников прикольно здесь каких только пряников нету мирошки уже слюньки текут и у нас на самом деле тоже самый главный пряник 16 килограмм красота здесь еще можно попробовать пряники чаепития но это входит только в экскурсию нам об этом вообще никто не сказал поэтому мы сейчас зайдем здесь магазин купим пряники еще где-то здесь можно а музей чаепития здесь есть стулья туда наверное доедем или дойдем большой выбор пряников мы хотим машинку хотите также легко оплачивать покупки в интернете и за пределами нашей страны то вам к нам здесь вы видите qr-код и ссылочка будет в описании вы просто пишите мне в личку в телеграм и заказываете себе карточку казахстанского банка который работает по всему миру эта карточка моя и настенкина у нас есть ряд уже довольных клиентов которые попробовали данные карточки за пределами нашей страны и в различных сервисах все работает все круто сейчас успейте заказать карточку у нас по самой крутой цене на нашем рынке всего лишь 15 тысяч рублей и за считанные дни карточку казахстанского банка вам привезет курьер прямо домой ребятки контакт свой я оставлю в описании пишите мне и путешествуйте с комфортом музей небольшой да возможно для старших детей и для взрослых это интересно но если вы пришли как самостоятельный путешественник без экскурсии так как у вас маленький ребенок который просто не даст вам послушать до трехлетний как у нас то вы остаетесь как бы и без чаепития и из какого-то гостеприимства да хочется ты приходишь такое место до старинное такое знаковая фабрика пряников и тебе хочется как-то погрузиться понять ты не можешь ты так голубиком посмотрел и ты не можешь сесть просто даже купить попить чай то есть как-то вот ощущение она смазывается нам сказать что есть мастер-класс прям по чаепитию еще есть мастер-класс по изготовлению очень хотели чтобы детки попробовали в общем этот музей с маленькими детьми я даже и посоветовать не могу никому вот так вот хотели посидеть чай попить в итоге идем по улице едим пряник ну ладно ваше здоровье тула славится тремя пунктами точнее четырьмя первое это тула город герой второй это тульские пряники что мы собственно уже немножко пряник поклевали возможно попадем на чаепитие это тульский оружейный завод и тульский оружейный огромный музей третье это конечно музей самоваров или это было четвертое мы уже сбились со счета так много чем она славится музей самоваров здесь тоже есть здесь собственные вот эти в тули традиции что нужно именно с пряниками да единственно что вот кто ездил в питер знают там есть такие деревни где прям деревня самоваров там прям на трассе стоят самовары и можно остановиться попить часть самовара а вот когда едешь в тулу почему-то такого нету вот кто в курсе напишите пожалуйста вот вдоль дороги стоят только пряники и грибы лисички но мы с вами попадаем вот пожалуйста это музей здесь же также при музее русская православная церковь именно отсюда начинается сам центр самое что интересно представляете вот у этого музея оружия на яндекс картах 15 тысяч отзывов 40 тысяч оценок пять звезд представляете вдумайтесь какой рейтинг у данного музея музей начинается с аллеи различных маршалов генералов это те люди которые строили оружие вот музей платный там всякие пистолеты автоматы и так далее возможно зайдем а на улице представлены вообще свежая техника грады мады и так далее надо купить билеты здесь кассы огромные ларьки сувениров мы купили билеты нам обошлось 600 рублей скидка какая-то есть для многодетства я не знаю на сайте посмотрите нам дали один билет на взрослых и один и детей шесть соток вышло все пойдем много сувениров туалет и кафе очень прям вежливые охранники в общем поэтому мы понимаем почему него уже да да здесь рейдинг сумасшедшего это очень высокий уровень помимо сувениров оружия который можно здесь приобрести также можно купить огромнейшее количество он представлено самоваров на выбор правда даже цен не знаю какие здесь цены я вам не подскажу но выбор большой смотрите целых пять этажей мы билетики пробили сразу на входе значит берем навигацию есть бесплатный вай-фай по хор коду господи какие здесь все вежливые может быть и прям строго-настрого наказали кто испортит рейдинг будет уволен вообще на всю жизнь отовсюду здесь просто красота здесь ружья со времен петра первого представлены музей конечно очень крутой 5 этажей на каждом этаже представлены оружие различных бог на первом сабли первые винтовки кольчуги поднимаясь выше оружие становится современнее но последний этаж музея это уже что-то на современном возле каждой витрины установлен компьютер где можно ознакомиться с каждым экземпляром берешь например номер 19 каско до 19 номера нажимаешь и тебе хлоп сразу вся информация шлем бургень от когда он использовался что за материал высота вес 2 килограмма на голове носить вы представляете также есть имитация станков завода землянок и так далее потрогать детям для детей создали игровую комнату где есть компьютеры игрушки винтовки костюмы можно детей переодеть и походать вход оплачивается отдельно стоит 50 рублей отдельный аппарат 50 рублей до вы уже поняли доставать три билета мне кажется мы еще долго будет под впечатлением прямо сейчас двигаемся по заречному мосту 1980 года мы двигаемся на набережную которая называется казанка там же находится огромное количество различных достопримечательностей самый лучший переход подземный который когда-либо видел находится в тугле потому что весь спуск он именно такой пока ты все для колясок прям переход реально крутой здесь экраны сделаны можно посмотреть как выглядела тула супер добро пожаловать на набережную казанскую в городе тула на набережной очень стильно сделаны ларьки с морожеными с напитками таких тоже я нигде не видел но обычно вот будка стоит да здесь сделали прикольно мы с набережной сейчас повернули вот на улицу металлистов она по-моему называется а за спиной остается набережной по набережной чуть позже еще в эту сторону же прогуляемся здесь конечно тоже красота как и в любом городе есть пешеходная улица на которую точно стоит пройтись погулять добро пожаловать мне очень нравятся такие малоэтажные старинные здания и они такие по шарпанинге такие как бы не новые усталые но при этом как бы вот атмосфера да как-то старинные города она передает какой-то хуже кайф гулять воскресенье потому что все разъехались то куда мы почти дни мы кстати искали где поесть русскую национальную кухню в туле и честно говоря ничего не нашли вот например видите кафешка забита это очень традиционный итальянская кухня нафиг она нужна мы же в тулу приехали какой-то кулинарный цех не знаю что такое но в принципе здесь есть всякие кафешки и тут уже на грится ваше усмотрение кто приедет в тулу отдыхать вот хачапури шашлыки хинкали но это не совсем про матушку нашу да также на этой улице можно купить пряников есть магазины а нам больше нравится такая штука медийное место это наше любимое место гиде очень правильно ребятки да здесь круто правда тулы и меди это как-то тоже не совсем не ужинаем идем вино пьем белое и медики кто-то поедет за рулем а кто-то вино палатку не взяли двигаемся дальше вот кстати тот самый музей чаепития наверное обратном пути зайдем чека бахнем пряники поедим какие-то здания находятся на реконструкции надеюсь восстановят и будет просто вау вот посмотрите палаточки стоят пирожки прям и спички можно купить чайочек заказать книжечки какие-то купить настенку оставили в очереди покупать березовый квас а сами вот видите приблизились уже к главному самовару и тульский кремль центр очень красив вот прям максимально класс и кстати есть велосипедные дорожки мне кстати очень симпатизирует что вот эти палатки другого сделаны в стиле современных баронхаусов что скажете тут есть разные вкусы кваса мы решили взять на яблоки на яблоке и на ячмене куда бы ты ни приехал в любой город да в россии их много везде какие-то свои фишечки я не знаю на какой-нибудь варенье из шишек это у нас в сибири например какой-то вас и впервые такое вижу он есть на ячмене на яблоках и на имбире если все пробовать и вам расскажет поэтому идем быстрее к самовару и будем там пить может быть самоваре тоже есть квас на на любой давай ячмене ты хотел на ячмене и жахай при чтоб он не пшик ну давай ой как вкусно пахнет давай пей я пить хочу какой вкусный ваше здоровье я фанатка тульского класса давать вас тебе попу вас я на имбире хотел по моему в таиланде мы были а или на шри-ланке имбирный напиток помнишь по попали когда кстати да имбирное пиво называлась до дохода тоже болеть вообще не будешь понюхать дашь мне не появиться понюхать именно вот это я понимаю вот эта штука как раз утолит и жажду и антисептик короче их крутая вещь на пробуй не последний у нас остался это на яблоках какой-то вот это сок вот самый кайф это ячменный да и на имбири вот имбири пошлите к самовару и в туле есть тульский кремль именно сюда мы сейчас направляемся территория большая здесь начинаются торговые ряды музейно-выставочный комплекс смотрите какой потрясающий успенский собор и вот опять итальянский ресторан мне сейчас не хватает от рестиков с русской кухни чтобы зашел турист китайцы приехали да и отведали нашей кухне они итальянской что скажете здесь на территории кремля проходит какой-то концерт такой не знаю на спектакле вот получается набережная на по которой можно гулять 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 казанская здесь в игровые площадки детские вот сюда сейчас нужно потому что нам здесь самоваров нужно обязательно ну и сейчас по периметру вот так вот пройдем выйдем здесь еще здесь пройдемся и пойдем на сюда мы вышли из кремля сейчас идем вот здесь самоваров здесь у целеваете и городской кремлевский сад такая красота площадь мы зашли в музей самоваров насел сейчас будет покупать билетик единственное что с колясками передвигаться к сожалению не заняться ножка спит значит будем по очереди в семьдесят четыре литра огромная компания если здесь все то же самое можно посмотреть вот например нажать и почитать сколько этих самоваров каких только нету здесь с гравировкой красота на самом деле здесь нужно просто брать и все изучать здесь кстати в туле когда я был давно-давно посещал еще музей утюгов я правда сейчас не могу его найти вообще где он жалко что все как-то так растеряно у нас дома сейчас наверное ни у кого нет такого самовара я помню родителей долго был самовар правда где он сейчас я не знаю как серебряного цвета был очень крутой и масштабный музей единственно что вот после посещения музея грустно становится потому что утеряна у нас эти все культуры традиции пить чай из самоваров прям грустновато стало честно говоря мама бабушки из самовара вот моей бабушки еще а вот вообще-то я как раз об этом говорил что у моей мамы был самовар я правда не знаю куда они выдели но прям он даже в подольске был у нас как я сказал уже чуть ранее это главная площадь тулы за моей спиной кремль музей тульские самовары успенский собор тулов город-герой огромная площадь ведь как растая это видимо дума где думают и вот здесь вот есть очень классная тоже локация именно туда вот он тот самый бряник мы как раз подошли к осадным дворам не знаю платность есть неплатно так внутри попробуй зайти я побежал за билетами в эти дворы здесь очень важно что касса прекращают работать за 45 минут до закрытия всего кремля у меня есть буквально три минуты очень круто я купил билеты я говорю сколько она горит нисколько с 1 июля все входы значит государственные музеи бесплатно для многодетных нифига себе мы попали в эти дворы это видимо вот так вот раньше выглядели дворы и так раньше жили ребята существенно очень круто действительно что мы все-таки сюда попали здесь можно по заходить во внутрь жилой дом вот пожалуйста планировка первый этаж второй этаж как тут выглядит все слушайте ну конечно очень круто я вам так скажу это сауна банька все а это краска я думаю такое бревно интересно это просто краска очень жаль конечно что запрещен проход во все эти комнаты ну по крайней мере ладно окей можно хоть посмотрите деревянные столы там вон банька супер конечно еще здесь пристройка не знаю неужели люди такие вот маленькие были что вот так вот у меня роста невысокие приходится заходи такие двери вот пожалуйста какая маленькая я не знаю правда что такое это это просто просто комната это курятник правильно артем говорит только курицы могли зайти в полный рост мой капец вообще так вот блин артемка словно жил в те времена все знает зашли в следующий двор здесь уже побольше пристроек до домиков такой же большой двор большой но все закрыто да вот если были бы какие-то еще инсталляции дополнительным плюс в ночь круто вот это для детей домики для детей вот на самом деле потому что я не могу сюда зайти вот так я пошел а да ну ладно ну да тоже ничего нету особо слушайте ну вы знаете для куриц прикольно сделали даже ты не помещаешься но видишь здесь можно погулять и подняться в сами башни но уже мы пас башни нужно тоже подниматься мы эти билеты купили короче покупать комплексные самое что интересно можно было мне вообще сказать сразу комплекс было бы бесплатно но кто же знал теперь вы знаете кто многодетный приезжать сюда будет больше большинство музеев бесплатно это конечно классно очень приятно ну и про 45 минут до закрытия тоже помните а теперь мы прям с территории тульского кремля попадаем на набережную с которой мы собственно начинали ну и добро пожаловать на набережную здесь конечно здорово вот пожалуйста есть фото зоны есть качельки палатки мороженое детские прокаты кубы граффити вид на кремль фестиваль газон не знаю прошел он или не прошел напишите может быть сегодня начинается он всякие детские машинки можно кататься причем самое интересное что машинки такими что я даже не видел всяких карет и видите прикольно достаточно сделали очень красивые зоны отдыха с красными клумбами видите прям такие мосты деревянные стильные лавочки все это дело над рекой видите как здорово смотрится такая набережная гляньте как круто и сделали вон такие скамеечки ой как круто вообще смотрите как классный вот все продолжение туда вот прям уходит обалденно я фотку когда увидел этой набережной такой да ладно блин это в тули что ли ничего себе стреляйте гляньте какая красота обалденно но в общем и целом конечно хочется сказать что в тули клёво вот особенно в центре да я думаю что по крайна можно до любого города докопаться но центр классный сделали вот эти вот детские штуки всякие да он какая шикарнейшая огромная площадка прекрасная набережность все мосты сколько людей сидят чилит наслаждаются блин супер же ну конечно очень здорово что вот есть туалеты больная тема да но это же действительно очень важно красивые кафешки на набережной продолжение детской зоны ведь как здорово сделали классно молодцы арт-объект засеченный рубеж здесь висит стенд правила пользования есть даже детям нельзя находиться самостоятельно дальше волейбольная площадка баскетбольная и теннисные столы ну и все и набережда заканчивается в самом центре где создаются шедевры этих формочках это тесто дай подник это тесто на они на камушете все места заняты и мы это никуда не успели заказали мы пряники горячий чаёчек под музычку вот так вот будем сидеть на улице и наслаждаться вкусными пряниками круто же мы заказали теплый прям вот из печи он только что который показывал чуть ранее это с яблоком а это со скущёнкой какая прослойка красота и чаёчек и главный наш мирон вячеславович ну что тема что скажешь пряник-то как надо пряник новый который прям из печи ну из печи есть из печи какие-нибудь клёвые вообще свежак там а очень вкусно мирошка с корабля на бал сразу за пряник он не горячий иди по целюйте выспался ну что же зрители нашей как вам тула кто здесь никогда не был что нужно сделать обязательно приезжайте есть чтобы посмотреть и познакомиться с культурой не только города но и страны в целом в одном месте в центре можно увидеть все проникнуться и даже до такой до такого состояния проникнуть что будет даже немножечко обидно те кто здесь был пишите и вообще как вам тула те кто здесь был давно и не видел вот этих всех новшеств построек обязательно приезжайте в тулу ну а мы поедем дальше открывать новые для себя города плюс один город в копилку все друзья мои пока один город в копилку а Продолжение следует...